За два месяца текущего года доходная часть бюджета не выполнена в полном объеме. Глава города потребовал усилить работу налоговика. И хотя не выполнение допущено только на 4%, это налог на доходы физических лиц, Анатолий Пахомов рекомендует посмотреть все виды налогов. Вот, например, от сдачи жилья пенсионерами, дачных домиков или гаражей. Они уходят от налога, при этом получают это только в Сочи льготу по земельному налогу. Этим товарищам запретить заниматься коммерческой деятельностью в гаражах, то есть сдавать незаконно. Если человек сдает и получает деньги, он должен налоги платить, а он не платит. Вот у нас выявлено 70 тысяч сегодня незаконно проживающих в гаражах и садоводских товаров. 70 тысяч. Они платят за гараж 25 тысяч в месяц. И как показывает практика, контроль за гаражными кооперативами, который ведется второй год, не напрасен. Например, во время поиска пятилетней девочки в селе Бестужевское Адлевского района был обнаружен в одном из домов схрон с оружием и боеприпасами. Глава города просит усилить меры контроля. И здесь необходима помощь не только правоохранителей, но в первую очередь самих горожан. Знать, кто твой сосед и чем занимается, это вынужденная мера борьбы с непрошенными гостями. В гаражах машины должны стоять, а не люди, которые бесконтрольные. Но истинно ради мы должны сказать, это же бесконтрольные люди там живут. Бесконтрольные. Они все там не прописаны, они все незаконно там проживают. Все до единого. По-прежнему глава города призывает сочинцев быть более активными, если вдруг увидели строящийся многоквартирный дом на земельном участке ИЖС. Необходимо срочно сообщать в земельную инспекцию администрации города или департамент городского строительства. Те же организации, которые помогут снести незаконные объекты, получат от властей земельные участки, на которых находится самострой. Прием заявок от предприятий ведет управление капитального строительства. Телефон 2-64-39-18. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Спасибо.